Да, война это лучшая бизнес-идея. Россия и Беларусь создают региональную военную группировку. Хватит ли сил нашей экономике? Почему так важно в этих условиях снять точки напряженности и недовольства людей? И зачем нам бороться с ценовой самодеятельностью? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика «Простая экономика» прямо сейчас. Здравствуйте. Это «Простая экономика» с Алексеем Авдонином. Политика – это концентрированное выражение экономики, а война – это продолжение политики. Наши оппоненты активно продвигают тему войны в нашем регионе для решения своих экономических вопросов. Огромные долги, перепроизводство, инфляция, безработица. Для устранения этих проблем западные элиты толкают своих простых граждан на войну с нами, славянами. Люди на Западе не хотят войны, хотят нормальной жизни. Вот и немцы против роста цен. А ультралевые в Германии уже выходят на улицы. Против нас, белорусов, западные элиты строят военные планы. Им одной Украины мало. От нее все уже устали. Нужен новый конфликт и новые картинки для обывателей. Президенты Белоруссии и России хорошо это понимают. Проводят совместные встречи, договариваются. Как результат, сейчас идет комплексная и планомерная работа по усилению нашей обороноспособности. Совместно с Россией формируется региональная военная группировка. Но заниматься вопросами обороны могут только государства с сильной экономикой. Обучать и развивать свои вооруженные силы, создавать современное вооружение стало возможным только благодаря сбалансированной и устойчивой экономике Беларуси. Сейчас западный сценарий в отношении нас прост. Перевести нас на милитаристские рельсы и перегреть экономику. Как результат, дефицит гражданской продукции, рост цен, недовольство людей, а там и до протестов рукой подать. Шатали и будут шатать Беларусь. Запад пытается повторить прежний сценарий холодной войны и у нас, и в России. Наш президент хорошо это понимает и основное внимание уделяет экономике простого Беларуса. Его доходам, его уровню потребления и его ощущениям инфляционных процессов. Обращая внимание на ценообразование, это источник недовольства людей. Запад хотел в 20-м через санкции развалить наши предприятия, выкинуть людей на улицу, сделать дыры в бюджете, посеять смуту, волнение среди гражданских силовиков и потом легко военным путем захватить нас. Но планы планами, а есть Беларусь, который, как его не дави, привык работать в любых условиях. Собрался, перестроился и работает. Запад – это раздражает. Единственный способ для них – это силовой вариант. Для Запада – это очередная грабительская война. Для нас, как и в 41-м, это священная битва за себя и своих близких. Поэтому и президент обращается к каждому из нас. Каждому на своем месте заниматься своим делом. В текущих условиях важно снять точки напряжения и недовольства людей. Вот и государство не дает спекулянтам наживаться, извинчивать цены. Отсюда такие жесткие решения по ценообразованию. Государство не замораживает цены. Нет, все это мы тоже проходили в 80-е, 90-е. Запрет неизбежно приведет к дефициту продукции. Нет, не это сейчас реализует государство. Стоит задача создать требуемую систему контроля за ценообразованием. Что это значит? Только одно – эпоха ценовой самодеятельности прошла. Сейчас государство будет видеть весь процесс формирования себестоимости продукции и услуг. На всех этапах – от производителя до покупателя – не должно быть сверхнаживы. Не те времена. Как видим, оборона и экономика тесно связаны. Это наше общее дело. Постоять в сторонке уже не получится. Это была «Простая экономика» с Алексеем Авдонимым.